Борис приехал в деревню перед самой зимой. Родина далеких предков манила его очаровательной простотой деревенской жизни. Хотя мужчина и понимал, что не все так просто может быть. Невзирая на то, что деревня была существенно отдалена от большого города, здесь было и электричество и даже водопровод. Правда, из родни здесь жила только старая бабушка Агафья, которая приходилась Борису не то двоюродной теткой, не то двоюродной бабушкой. Родители в свое время построили здесь комфортную дачу, даже на зиму утеплили. Агафья встретила Бориса очень тепло, все-таки единственная родня, по ее словам, которая у нее осталась. Жила она в том самом доме и казалась милой и обходительной старушкой. В деревне Борису понравилось, пусть и небольшая, но зато у каждого свой двор, хозяйство свое. И хотя он вырос в городе и привык к комфорту, ему неожиданно понравилось работать руками и помогать Агафье по хозяйству. У него было ощущение, что он после долгого отсутствия вернулся в дом, который его давно ждал уже. Именно по причине того, что он не захотел расставаться с этим чувством, он решил остаться здесь на зиму. Агафья такому решению удивилась, даже попробовала уговорить его не дурить. «Сынок, что тебе здесь делать-то? За скотиной и сама ухаживать могу. Снег мне помогает, Коленька, сосед убирать. Скучно тебе здесь будет». Но Борис упрямо стоял на своем. В деревне его приняли тоже хорошо, но услышав его решение, отнеслись негативно. Пусть никто своих мыслей не высказывал. А тот самый Николай, сосед, который помогал Агафье, так и вовсе ему под ноги плюнул, и с тех самых пор больше с ним не разговаривал. Впрочем, Борис не поменял своего решения даже на фоне странного поведения деревенских. Агафья так и вовсе, похоже, смирилась и махнула на него рукой, сказав, что такова судьба, видимо. Осень выдалась очень теплой, а вот зима трескучими морозами да метелями. Борис исправно помогал и скрашивал вечер Агафью. Электричество пропало с первой же метелью, и бабушка сказала, что это в порядке вещей. Всю зиму теперь без света сидеть будут. Магазин в деревне тоже закрылся, и жили тем, что успели заготовить. Борис с интересом наблюдал, как Агафья готовят в печи, а от свежего хлеба так и вовсе был в восторге. С приходом зимы жизнь в деревне заметно замедлилась. Иногда ходили друг к другу в гости, чаевничали, неторопливо обсуждали какие-то свои вещи. Чаще всего собирались у Агафьи. Но Борису было неловко в этих беседах участвовать. Он даже толком их не слушал, занимаясь своими делами на второй половине дома. Всегда мечтал руками работать, вот и набирал себе деревяшек доорудовал. Зимние вечера длинные и пустые. Где-то примерно через месяц, в завываниях ветра, Борис начал слышать звериный вой. Сначала он подумал, что ему мерещится, но потом убедился, что нет. Агафья же только вздохнула и рассказала Борису, что волки приходят каждую зиму. Много лет назад зима перестала радовать. Метели, бураны и жуткие морозы сковывали деревню каждый сезон. И с первыми же заморозками приходили волки. Поначалу их пытались отстреливать местные охотники, ловушки ставить. Звери оказались очень умные. Впрочем, они лезли лишь в сараи, где скотина стояла. И людей не трогали. И местные так уже привыкли к хищникам по соседству, что жили привычным укладом. Разве что по вечерам не выходили на улицу. Отчего-то при дневном свете эти животные из леса не показывались. Однажды по утру они нашли крайний дом в деревне с выбитой дверью. Изнутри, что было самое удивительное. Там жили Николай со своей женой. Хороший товарищ и сосед. Жену так и не нашли, а вот Николая отыскали уже под вечер, замерзшего и без памяти. После этого волки ушли, но вернулись в следующую зиму. И тогда же Николай исчез без следа. Списали тогда деревенские на то, что не смог он дальше без жены жить. Сильно тосковал по ней, мол, вот и сгинул. Люди у них пропадали редко с тех пор. Но зимой раз в несколько лет было. Но правда в последние три года ничего такого и не было. Люди привыкли и сидели по домам. Тем более где найти такого глупца, который выйдет из дому, когда волки воют чуть ли не под окном? Борис отнесся к рассказу Агафьи с потаенным юмором даже. Наверное, такие сказочки всегда возникают. А чем деревенским еще заниматься длинными зимними вечерами? Правильно, сказки друг другу рассказывать. Рукодельничать да обсуждать планы на будущее. В тот вечер Агафья ушла к соседям. Вернее, ушла она засветло и сказала Борису, чтобы ее до завтра не ждал, мол. Останется она с ночевкой. Мужчина даже внутренне обрадовался такому факту. Несмотря на то, что с бабушкой они подружились, ему все-таки хотелось некоторое уединение. Вечер проходил как обычно. Он что-то пытался вырезать, жалея, что нет телевизора. Хотелось какого-нибудь вормочущего фона. За окнами вновь поднималась метель. Горстями швыряясь снег в стекла дома. И ветер грозно свистел, словно норовя сорвать крышу. Мужчина погрузился в свои мысли и вздрогнул от неожиданности, когда сквозь вой ветра раздался жалобный женский крик. Борис вскинул голову, прислушиваясь и надеясь, что ему показалось. Но нет. Крик повторился вновь. И мужчина подскочил. Все люди внутри разные. И наверняка многие бы предпочли остаться дома. Мало ли, что там может быть. Но Борису неожиданно представилось, что женщина заблудилась в метели. А там волки. Наверное, это можно было назвать безрассудством или как-то еще. Но когда крик прозвучал в третий раз, Борис рванул к двери. Запрыгнул на валенки, натянул куртку и, прихватив кочергу, выскочил в метель. Ветер резанул лицо ледяными пальцами. И Борис почти сразу наткнулся на женщину в тулупе. Она была почти у самого крыльца. А метель кружила вокруг свой недобрый хоровод. Сгребая женщину в охапку, чуть ли не упав, он рванул обратно в дом, выпустив из рук кочергу. Дверь захлопнулась, отрезая людей от стихии. Борис тяжело дышал, радуясь тому, что женщина была так близко. Изнутри поднялся запоздалый страх. А если бы там были волки? А если бы он заблудился в этой метели? Он мысленно обругал себя за такое безрассудство, но что сделано, то сделано. Спасибо вам большое, спасибо. Женщина показала нос своего тулупа и Борис облегченно выдохнул. Борис вскипятил чайник и зажег свечу на кухонном столе. Женщина скинула свой тулуп, оставшись в обычной одежде и болтала без умолку. Она была Борису совершенно незнакома. Самой обычной, серой и непримечательной внешности. Даже мужской взгляд ни за что не цеплялся. Она рассказала, что приехала в гости к своему дядьке, который живет на окраине деревни. Немного с дядькой поспорила, да выскочила на улицу. А там метель. Вот и заблудилась немного. А кричала от страха, волки ведь воют. Борис даже почувствовал облегчение, хотя и улавливал какую-то фальшь в чужих словах. Но что именно его смущало, он понять никак не мог. Он бы с радостью выгнал эту женщину обратно на улицу. Но непогода только разгуливалась сильнее. И смотрела она на него таким странным, голодным взглядом. Отчего по спине у Бориса ползли мурашки. Дурного предчувствия. Но совесть не позволяла выгнать женщину на улицу. Устав от ее постоянной болтовни, Борис уложил ее в дальней комнате. Почему-то ему совершенно не хотелось оставаться с ней в одном помещении. Но совесть грызла и выла внутри него на разные голоса. Попадая в унисон с ветром за стенами. Спать он не собирался. Не хотелось спать с чужим человеком в одной хате. Он уже тысячу раз пожалел о своих действиях. Но дело сделано. Что уж теперь. Главное выпроводить ее пораньше, пока бабушка не вернулась. А то будет стыдно и неудобно. Борис не стал тушить свечу на кухонном столе. Уютно потрескивала печка. И на него начала наваливаться сонливость. Он не засыпал. Только прислушивался к чужому дыханию в дальней комнате. Нервному, резкому и рваному. Словно человек не спит. А чего-то ждет. Словно пытается сдержать нетерпение и к чему-то готовиться. Борис поморщился. После чего лег так, чтобы можно было видеть темноту второй комнаты и прикрыл глаза. Он ждал. Оружия у него никакого не было, конечно же. Самое тяжелое, что у него было, это полено. Тем более, что женщина не выглядела слишком сильной. Борис еще пытался поругать себя за такие мысли. Ну как так можно думать? Но задней мысли он все равно думал о том, что совершил ошибку. Борис так и задремал, убаюканный своими мыслями и чужим сопением. Метель стихла. Он проснулся резко, сразу почувствовав, как по телу разбежалось напряжение. Он открыл глаза, чувствуя, как в доме наметилось движение. Серая зимняя ночь просачивалась в окна. И свеча почти уже прогорела, но все еще давала немного света. В той темной комнате, в которой спала женщина, явно кто-то двигался. Раздавался приглушенный хруст и какие-то непонятные звуки. После чего из темноты выдвинулся силуэт. Борис почувствовал, как внутренности скрутило ледяным предчувствием опасности. Пальцы сжались вокруг полена, которое он положил рядом с собой перед тем, как лечь. Силуэт был не человеческий, а звериный. Бориса обожгла мысль о том, как попал волк в дом. Двери заперты, окна заколочены на зиму. Ему совершенно не хотелось думать о том, что он сам пригласил зверя. Самолично, собственными руками он втащил его в собственное жилище. Страх растекался по загривку ледяным потом и скользил между лопатками. Зверь замер, принюхиваясь. Поводил мордой, словно не мог увидеть человека, который сдерживался изо всех сил, чтобы не закричать. Он был действительно огромен. Борису казалось, что если бы он встал на задние лапы, то легко бы достал двухметровой отметки, а может быть и выше. Глаза зверя смутно блеснули в темноте, и Борис сжал зубы, стараясь даже не дышать. Почему-то тот его не видел, иначе бы сразу напал. В этом мужчина был уверен. Может, дело в травах Агафьи, которые та развешивала по всему дому. Запах был ненавязчивый и приятный, эдакий деревенский ароматизатор. Зверь тихо зарычал, медленно продвигаясь вперед. Борис сжал зубы. Изнутри него поднималась первобытная низменная. Наверное, так себя чувствовали первобытные люди в своих пещерах. Они прятались в самой глубине, когда в их жилище входил дикий зверь. Прятались и наверняка ждали удобного момента, чтобы ударить. Единственное различие было в том, что у них было оружие, а вот у него такого не было. Может, это просто сон? Просто дурной сон, вот и все. Тем более, отвоя волков в деревне действительно мог присниться такого рода кошмар. Но Борис с такой силой сжимал полено, и шершавые ощущения коры его убеждали в том, что это не сон. Да и не бывает таких страшных и реалистичных снов. Он натянул одеяло повыше, пряча нижнюю часть лица. Зверь ближе не подошел, а продолжал вертеть лобастой башкой. Странно, но Борис был уверен в том, что волки хорошо видят в темноте. Почему он его не видит? То, что не чувствует, уже стало понятно, и это было радостной новостью. Отмахиваться поленом от волка затея не слишком хорошая. Зверь почти касался своей мордой его тела, которое надежно было спрятано под одеялом. Конечно, Борис понимал, что это не спасет, и было странным, что в этот тягучий момент неизвестности в голове не было ни единой мысли. Зверь с шумом втягивал воздух и медленно выдыхал его. Пахло мокрой собачьей шерстью и чем-то еще с металлическим привкусом. Зверь издал недоуменное ворчание, после чего попятился, переваливаясь в темноте невнятной грудой меха. Напряжение переливалось в воздухе, даже когда зверь ушел обратно в комнату, слепо тыкаясь по сторонам. Борис радовался тому, что свечка потухла до того, как это чудовище вышло из своего укрытия. Странно, что волк совершенно не пытался выбраться из дома. Словно все он прекрасно понимал разумом. И почему он не стал искать мужчину? Мысли мучили Бориса, набегая в его разум разрозненными мушками, вертелись, сменяя одну другой, после чего исчезали и появлялись снова. Стало необычно тихо. Метелевой ветра затихли. Теперь в доме стояла непривычная тишина. Борис открыл глаза, когда в хату начал проникать серый мутный рассвет. Он вздрогнул, напрягаясь всем телом. Было тихо. Как обычно. Только ходики на стенке привычно тикали, отмеряя каждую секунду. Почему-то при свете было совсем не страшно. Вот только в доме было неприятно холодно, и, встав, он увидел, что входная дверь приоткрыта. Легкий ветер уже намел немного снега за порог, и Бориса вновь продрала дрожь. Вот только теперь уже не от холода. Он заглянул в комнату, где спала ночная гостья, и ничего там не нашел. Как он вообще мог уснуть при таком напряжении? А если это все было всего лишь сном? А если действительно ничего не было? Борис положил Полина обратно к печи, после чего нервно, но с облегчением рассмеялся. Вооружившись веником, Борис подошел к двери. Постоял с минуту, смотря на белую полоску снега, после чего решительно тряхнул головой и снял снег. Когда вернулась Агафья, он совершенно ничего не сказал ей о ночном происшествии. Он уже успел переварить это. И как бы ему не хотелось все списать просто на дурной сон, было одно веское доказательство реальности ночного происшествия. Он понимал, что узнал нечто странное и наверняка тайное, но совершенно не понимал, что ему с этим делать. У Агафьи он потихоньку постарался выяснить, нет ли какого нового в деревне, за что получил удивленный взгляд. Кто по таким сугробам к ним поедет вообще? Он в ответ рассмеялся и сказал, что ночью ему послышались женские крики, вот он и поинтересовался. Бабушка тогда побледнела и строго-настрого запретила ему выходить, мол, ветер так воет, что может в метели потеряться. Потом замерзшего его найдут и все. Но Борис понимал, что бабушка испугалась совсем не этого. Потягивая чай, он думал о том, что нужно обзавестись каким-нибудь оружием. До конца зимы еще далеко, и внутри Бориса что-то ворочалось, переворачивалось и скреблось. В такт ударом сердца. Что ж, стоит подружиться с местными, хватит избегать их. Ему повезло в этот раз, очень крупно повезло. Но повезет ли так ему еще раз. Прежде чем смахнуть веником снег, Борис увидел перед порогом отпечаток огромной лапы. В хате тяжело и душно. Владимир запретил открывать окна, хотя сам он уже давно нормально не встает. Только до отходного места, да обратно на любимую лавку. В хате душно, невзирая на позднюю промозглую осень. Владимир дышит тяжело и с присвистом, выпуская воздух сквозь зубы. Пусть он и перестал выходить, зато посвящает много времени чтению. Раз в месяц приезжает торговец с книгами. И тогда Владимир приказывает жене привести его в порядок и намыть хату доблеска. Торговец на него старается не смотреть. И Владимир в такие моменты ухмыляется во весь рот. Он знает, что его внешний вид не слишком приятен окружающим. Из-за чрезмерного поглощения пищи и неподвижного образа жизни, его тело превратилось в бесформенный мешок с костями и плотью. Когда на Владимира смотрит жена, в ее светлых глазах плещется страх. Ему нравится это ощущение. Жену он давно не любит, но понимает, что без нее его налаженная жизнь рухнет. И только поэтому не гонит ее прочь. Часы мирно тикают. И Владимир кидает взгляд на них. Старый, украшенный резьбой, привезенный откуда-то из-за моря. Владимир до сих пор не понимает, как определять по ним точное время. Но ему они очень нравятся. Особенно их мирное тиканье. Пора было поесть. — Галина! — орет он, и с улицы слышатся торопливые легкие шаги. Его жена походит на копию самой себя. Худая, высокая, с белым платком, повязанным вокруг головы. Она молча смотрит на Владимира, после чего поворачивается к печи и ставит перед ним чугунок с щами. Он одобрительно угукнул. Дождался, когда жена выйдет, и принялся за еду. Поженились они как положено. Как родители жениха прислали сватов. Галя тогда была тонкая, звонкая девушка-хохотушка. Да и сам Владимир был статным широкоплечим парнем. Жили хорошо на самом деле. Справили хозяйство, через год один за другим народили троих детишек. Двух мальчишек да дочку. Дети, как выросли, разъехались. Обзавелись собственными семьями. Владимир продолжал работать. Галина смотрела за хозяйством. Жизнь была ровной и размеренной. Все как положено. Это произошло в конце июля. Месяц выдался жарким и сухим. Но Владимир целыми днями пропадал на поле. Убирали пшеницу. А однажды вечером муж не вернулся домой. Вроде как со всеми работал. А когда все вернулись, его не было. Галина тогда всю деревню на уши подняла. Поле, где работал мужчина, прочесали. Но никого так и не нашли. Но Галина даже затасковать толком не успела. Вернулся Владимир через два дня. Радость женщины помешала ей разглядеть, что он стал другим. Поначалу он перестал из дома выходить. Вот просто прекратил и все тут. Сначала сказывался больным. Благо, что давно налаженное хозяйство, да какое-то количество наемных рабочих обеспечивали ему стабильный доход. Галина за мужа искренне переживала, заботилась о нем. Их отношения всегда были достаточно нежными. А тут они начали меняться. Владимир стал грубить жене и обижать ее. А еще он стал очень много есть. Тут еще и люди из большого города нагрянули. Сказали, что частного хозяйства больше не будет. И все будет общим. Все словно с ног на голову перевернулось. Галина совершенно не знала, что ей делать. А тут еще и муж, который стал совсем не похож на себя. Через несколько лет от прежней зажиточной деревни остались жалкие остатки. Дети много раз звали Галину к себе, но та не могла бросить мужа, который стал кем-то другим. Не тем Владимиром, которого она раньше знала. А дети и вовсе перестали с отцом общаться. Так и продолжала жить. Но теперь уже и хозяйство она на себе тащила. А забота о муже стала каким-то необходимым элементом ее жизни. Но не более того. Галина искренне считала, что должна заботиться о нем, хотя его отношение год от года становилось все хуже. И Галина понимала, что ведет себя неправильно, что нужно жить для себя, а не для мужа, который ее совсем ни во что не ставит. Но было у нее ощущение, что даже если она уйти попытается, то ни к чему хорошему это не приведет. Было у нее предчувствие какой-то беды, если она рискнет что-либо изменить по собственному желанию. И что с этим делать придумала она тогда, когда чаша терпения совсем переполнилась. Владимир тогда разбушевался. Пусть и почти не ходил он уже. От собственного веса ноги отказывались шевелиться. А Галина к нему слишком близко подошла, и он схватил ее за руку. «Если кормить меня не будешь, я тебя сам съем. Накорми меня немедленно. Я есть хочу». От чужого крика у Галины заложило уши. Да еще и пальцы Владимира с такой силой вонзились ей в руку, что казалось еще немного, и он ее сломает. Галина уже толком не понимала, как отговорилась и высвободилась. Но с тех пор с мужем не разговаривала вообще. И думала, как ей и что сделать, чтобы избавиться от него. А потом ей пришло озарение. В избе ведьма удушливо пахло травами. Да так, что Галине пришлось дышать через рот. Запах трав дурманил, и словно какая-то пелена висела перед глазами женщины, мешая ей саму хозяйку лачуги рассмотреть. Да, ведьма жила в лачуге, возле старой упавшей ели. Ветра выветрили корни, и там образовалась своеобразная пещера. Вот там и было ведьмино жилище. Но стоило лишь откинуть полог и зайти, то словно в нормальном доме оказываешься. Вот только маленьком очень. А знаю, зачем пришла. Как еще не сожрал-то? Ну хорошо, что хоть сейчас пришла. Еще бы немного и все. Ведьма противно хихикнула, и что-то говорила, поблескивая глазами. А Галина слушала, открыв рот. Только лишь оказавшись на улице и продышавшись, она смогла прийти в себя. Детали разговора она толком не помнила. Только знала, что должна принести ведьме самую дорогую ее сердцу вещь. Чтобы от обжора избавиться. Да, именно от обжоры. Так как Владимира уже давно не было, как сказала ведьма. Галина некоторое время обдумывала чужие слова. Домой почти бежать пришлось. И успела она с трудом. Тот человек в доме уже начал недовольно ворочаться. Их родной дом превратился в какое-то подобие гнезда, в которое совершенно не хотелось возвращаться. Галина долго думала, какая может быть дома вещь, дорогая ее сердцу. Она перебирала в памяти некогда любимые вещи. Словно старые фотокарточки. Но ничего не находила. Ведьма ведь обманывать не будет. Галина давно уже спала в сарае за домом. Не хотела ночевать в душной избе рядом с некогда любимым мужем. Время утекало сквозь пальцы. И она физически это ощущала. Старалась дышать глубоко. Кормить мужа. При этом несмотря на него. И думать сосредоточенно. Думать. Что это за самая дорогая ее сердцу вещь. А Владимир становился все больше и больше. Лавка с треском проломилась под его весом. И теперь он сидел на полу. И продолжал есть. Вернее, не есть, а уже жрать. Закидывая еду в широко открытый по лягушачьи рот. Галина боялась очень до дрожи в ногах. Но еще страшнее было ему еду не принести. Дождливым осенним вечером она ворвалась к ведьме. Ее глаза были круглые и блестели. Словно две маленькие луны под светлыми бровями. Она швырнула под ноги старушке маленькое серебряное колечко. И разрыдалась, упав на колени. Ведьма ничего спрашивать не стала. Только расхихикалась, поднимая простенькое украшение. Она ничего не спрашивала, но все великолепно знала. Неразумное дитя соседское сунулась в избу, пока Галины не было. Наверное, большая часть жителей думала, что Владимир давно умер. А Галина ведрами в хату еду таскает от того, что мыслит всякое. Вот дитё любопытно и полезло. Жили они через три двора от Галины. Привезли дитё из города великовозвратное. К деду, дабы немного отдохнуть до уму набраться. Галина точно не знала, что произошло. Нашла только обувь чужую и довольного Владимира, который пальцы облизывал. Женщина похолодела и бросилась к ведьме, стискивая в ладони колечко, которая ей когда-то мать подарила. Колечко давно уже ей не по размеру было, но Галина его носила просто на верёвочке. Скучала по матери, а это была память о ней. Дома она ничего не рассматривала, но вряд ли человек влез в чужой дом, чтобы свою обувь там сбросить. А ведь Владимир... Ведьма всё хихикала, бормотала что-то, усадив Галину на низкий стульчик. Вот вы люди странные, вечно беду до последнего растите. А потом как надо спасаться, так тоже медлите, словно изменить можно уже свершившееся. Изменить нельзя, да, но вот поправить можно. А ты его ещё и кормила, бедовая девка. Уехать тебе придётся. Уехать, бросить всё. А я с ним совладаю. Проглотили его. Оболочку натянули, но что-то от него внутри ещё осталось. Иначе бы он и тебя сожрал. Переварил бы, да и выплюнул. Когда он тогда пришёл, надо было из дома его выгнать, не кормить, святой водой порог окропить. Ох, натворил это идиллов. Есть куда ехать-то. Галина настолько привыкла к чужому бормотанию, что вздрогнула от неожиданности. Да, есть. Бесцветно ответила она. Можно к сыну старшему или к дочери. Она, как во сне, пошла по дороге прочь от дома. Слова ведьмы стучали в голове Галины. Пульсировали в висках, и направляли его. Очнулась она уже в поезде, который уносил её от родной деревни всё дальше и дальше. Галина расплакалась от облегчения. Всё закончилось ведь. Закончилось. Ведьма стояла перед домом и понимала, что само ей не справится. То, что схватило Владимира, превратилось в нечто невообразимое. С такой сильной нечестью она никогда не сталкивалась. Ведьма прикусила губу, смотря в приоткрытую дверь. В которой то и дело мелькало нечто пухлое и светлое. Кто-то ворочался в синях и просил есть. Скулил, повизгивал. Доски дома поскрипывали и стонали от нагрузки. Но пока держались. Почувствовав солоноватый привкус во рту, ведьма спохватилась и вытерла рот рукавом своей рубахе. После чего глубоко вздохнула. Нужно что-то делать. Иначе обжора доберётся до соседнего села. Из этой деревни ей удалось всех выгнать. Задурманив. Но... Жрать тебе дать? А ты не ошалел часом? Какое тебе жрать? Ты даже в дверь выйти не можешь. Будешь мучиться от голода. Она расхохоталась, намеренно дразня нечистого. Тот заворочился, а потом взревел. Дверной косяк жалобно всхлипнул, когда его выдавили, выламывая всем телом. Ведьма развернулась и направилась к лесу, неся в руках пучок травы. Это давало ей человеческий запах. А для обжора это теперь главное лакомство. Вот ведь Галина. Затянула всё. Как сама только спаслась. Хорошо, что хоть додумалась к ней прийти. А то совсем беда была бы. А городских звать. Только хуже уже будет. За её спиной шумно дышали и ползли. Словно гигантский слезняк. Хорошо, что он не может передвигаться быстро. Ему вообще сложно передвигаться. Но сейчас он полз за ней, привлечённый человеческим запахом. Ведьма медленно подходила к лесу. И думала о том, что вовек не расплатится за услугу, которую ей окажут. Вот ведь Галина. Она усмехнулась себе под нос. Она её обязательно найдёт. И должок с неё взыщет. А пока ей нужно было завести обжору как можно глубже в лес. Там помогут». Лукьян со вздохом посмотрел на землю, которую ему выделили. «Староста недавно делил землю меж крестьянами. У кого семья большая была, так мерил много. Чтобы и на посевы, и на скот хватало. Да ещё и рядом с деревней. У кого поменьше, а ли кто и вовсе один живёт. Так и земли совсем немного доставалось. Да и от деревни подальше». Вот и Лукьяну достался самый дальний надел рядом с лесом. Ему, конечно, особо это не понравилось. Но куда уж ему спорить со старостой. Деревня их была далеко от больших сёл. Староста был знатный. Да и поддержка у него была такая, что спорить с ним совершенно не хотелось. Власть имел большую. Вон даже с наделами земли что-то придумал. Знал Лукьян, что если старости принести кое-чего, то и получше, и поближе, да побольше получишь. Но за душой у парня был только старый дом в деревне, который достался от родственницы. Вот и всё. Вот и выделил староста Лукьяну участок подальше, чтобы глаза не мозолил. Уж незнамо было, чем так насолил Лукьян старости, что он решил парня так далеко сплавить. Но тут уже время покажет, кому хорошо будет, а кто своё получит. Лукьян, конечно, повздыхал немного. За работу взялся. Справил себе небольшую времянку, дабы далеко в деревню за инструментом не ходить. Отмерил себе положенные локти земли, да вбил колышки, обвязав их между собой белой бечёвкой. Да, принялся землёй заниматься. Даже порадовался. Земля тут хорошая оказалась, плодородная, чёрная, жирная. Даже неожиданно было такое сокровище здесь найти. Лукьян и не знал, кого благодарить за такой подарок, поэтому принялся за работу. В деревню наезжал нечасто, только если какие запасы пополнить. Соседей у него пока не было, поэтому решил он как можно больше вырастить да заготовить. А зимой себе девицу присватать, чтобы в следующем году помощница на хозяйстве была. Лукьян был сиротой. Воспитывала его бабушка в другой деревне. А как её не стало, мальца отправили к тётке, где он благополучно и жил, пока и её не стало. Жениться было пора, но Лукьян с этим делом не торопился. Он вообще сам по себе был обстоятельный и внимательный молодой человек, что было редкостью для молодёжи. Так и остался куковать в одиночестве. Даже справить хозяйство толком не успел. Как землю начал староста распределять. Лукьян подумал и решил, что для него это будет лучшим вариантом, чем сидеть в деревне и не знать, куда руки толком приложить. Конечно, относились к нему по-доброму, но никто никакого подспорья давать не хотел. А тётка попросту не успела. Вот о чём думал Лукьян, занимаясь своим участком. Конечно, на земле он работал, но никогда не обрабатывал так много, поэтому с непривычки устал. Как стемнело, так прошёл в свою времянку, предварительно сполоснувшись в ручей неподалёку. Всё тело ломило от непривычной нагрузки. Но внутри всё было необычайно легко. Физический труд очищает. Насытившись скромным ужином, Лукьян уснул словно младенец, крепко и без всяких сновидений. Проснулся он глубокой ночью. Темно вокруг было, хоть глаз выколи. Он даже не понял, что его разбудило. Полежал, прислушавшись к ночным звукам. В лесу пели ночные птицы. Шелестела трава. Журчал ручей. Ничего интересного. Поворочавшись на топчане, Лукьян решил, что нужно будет сходить до ветру. И встал. Сунув ноги в лапти, он вышел на улицу. Благо, что глаза привыкли к темноте. И замер в удивлении. Над его обработанной землёй летал огонёк. Лукьян перекрестился. Но страха не чувствовал. Огонёк светился блеклым белым светом. И совсем не походил на фонарь. Он перемещался свободно. И когда Лукьян отошёл от оторопи, он заметил, что огонь летает прямо над границами отмеренной земли. Настороженность парня не покинула. И он вернулся обратно на свой топчан. Предварительно плотно закрыв дверь. Подумав о том, что ему нужно смастерить защёлку изнутри. Он отключился. По утру он даже не сразу вспомнил про огонёк. Выйдя работать в поле, он удивился, увидев, что колышки-то его передвинуты. Да так, что его поле увеличилось на пару локтей. Он в недоумении покрутил головой, но следов иного человека не увидел. Тогда и вспомнил про огонёк, что летал над полем в ночи. Более ничего странного не происходило. Но мерные колышки он вернул на место. Староста ему участок обозначил. Негоже было его обманывать и намеревать своё. Лукьян был честным человеком. Противно ему было от того, что творится в деревне. Но что он один мог с этим поделать? Тем более его могли воспринять как пришлого, а не как законного наследника тёткиного наследства. А там и хату спалят, или чего ещё учудят. Лукьян решил голову не мучить и принялся за работу. Для того, кто любит руками работать, никакой сложности никогда не будет. Конечно, по первости, он много зерна не вырастет. Но на продажу хватит. Главное, чтобы на посадку хватило. А вот на следующее утро колышки снова были передвинуты. Другой бы наверняка оставил это странное дело в покое. Но Лукьян с неожиданным упрямством продолжал переставлять колышки обратно на законные, по его мнению, места. Огонёк он ещё пару раз видел в ночи. Впрочем, до самой осени всё было в порядке. И Лукьян совершенно не беспокоился об этом странном огоньке. Ну что с ним поделаешь. А так вроде летает и ничего не делает, кроме упрямого переставления колышков с места на место. Урожай с такого небольшого поля Лукьяна очень порадовал. Как будто за ним сама богиня плодородия приглядывала и помогала ему. По примерным прикидкам с запасом хватит пережить две зимы. И даже немного себе останется. В деревне не могли не заметить его радостный настрой. Хотя он ни с кем своей удачей на словах пока не поделился. Ну а вдруг побьёт посевы буря? Или болячка какая вцепится? Что тогда делать? А за слова отвечать надо. А вот когда начнёт собирать, тогда и скажет старости. Да и Лукьян понимал, что стоит старости узнать про такой лакомый кусочек, так он сразу отберёт. Так хотя бы на некоторое время безбедно пожить останется. А вось в город сумеет перебраться. Голову ломали недолго в деревне. И староста отправил на участок к Лукьяну Саглядатая. Тот и выглядел богатый урожай. Староста вмиг лицом поморочнел. Все самые богатые поля ему должны были принадлежать, а не какому-то безродному крестянину. И задумал староста попортить урожай. Ивана в деревне не любили сильно. За лизоблюство да за мелкие пакости. А ещё он к старости умело присосался и пользовался всяческими привилегиями. Говаривали, что он даже планировал жениться на дочке староста. Но кто знает, брешет или правду говорят. Вот староста Ивану и поручил загубить урожай. Конечно, после зимы планировал он землю у Лукьяна отобрать. Да изначально ему отмерил много меньше, чем было положено. Иван Лукьяна на дух не переносил. За удачу его, за то, что любое дело спорилось в руках парня. За то, что и внешностью вышел, да ещё и характер был спокойный. А ещё не любил за то, что дочка старосты явно на Лукьяна заглядывалась. А Иван сам хотел на ней жениться, дабы власть в деревне после старосты получить. Поэтому, когда староста поручил урожай Лукьяна сгубить, обрадовался вдвойне. Уж напакостить потенциальному сопернику и оставить его без скала и двора очень Ивану хотелось. Урожай вот-вот уже собирать нужно было. Иван подговорил дочку староста задержать Лукьяна в деревне. Уговорил под благовидным предлогом. Мол, свататься ведь по зиме будет. Им пообщаться надо между собой. Дочка обрадовалась, а Иван прям с сердцем почернел окончательно. Ох, как он не любил на чужое счастье смотреть. Так и хотелось ему пакость какую сделать, дабы разрушить всё хорошее, что между людьми было. Дождавшись, когда Лукьян в деревню со своего на дело вернётся, он убедился, что его отвлекли и поспешил к времянке. Всякое по дороге думал, как получше напакостить, да так, чтобы его не заподозрили. Человек тут всякий ходит, мало ли кто мог позавидовать. А уж стоило Ивану увидеть на дел Лукьяна, так совсем дыхание от злобы перехватило. Пшеница росла так густо, до того были тяжёлые колосья, что аж почти до земли склонялись под собственным весом. Иван такого никогда не видел, и зависть чёрной волной всхлынула в его душе. И ведь о таком богатом урожае никто и не знает. А ежели старости рассказать, так он в три раза больше возьмёт с парня. Конечно, была норма сдачи урожая на благо деревни, но тут сверх норм много можно взять. Иван злобно ухмыльнулся себе под нос, обходя поле по кругу. Темнело медленно, но сумерки уже накатывали из леса. В голове Ивана роились всякие мысли, но думал он о том, что сделать да так, чтобы похуже было. В итоге пришёл к выводу, что будет лучше поле поджечь. Так и норму Лукьян сдать не сможет, и совсем в невыгодном свете перед старостой и перед деревней предстанет. А как он зиму переживёт, так это личные проблемы Лукьяна. Иван этот вопрос не волновал совершенно. Запалить он решил со стороны леса. А там, глядишь, Лукьян будет возвращаться, да как раз подоспеет, да сам о своём урожае позаботится. Иван пошёл через поле без жалости, вытаптывая урожай. Пшеница шуршала под его ногами, трескались под его подошвами сочные колосья. Такие тяжёлые, что вся желтизна была примерно по пояс мужчине. Иван сам руками никогда не работал. Он даже самую захудалую табуретку сколотить не смог бы. Что уж говорить о том, чтобы возделать поле, засеять его, да позаботиться об урожае. Жил Иван как паразит, всегда находя того, кто его на шею посадит, и был вполне доволен своей жизнью. Мечтал он о том, что станет старостой, так и вовсе перестанет работать. Только нужно других будет подгонять, до работы поручать. Вот тогда он как сыр в масле кататься будет. Костёр всё никак загораться не хотел. Словно кто дул из лесу, постоянно огонь задувая. Иван во все эти росказни продухов не верил. И только из-за своего злого упрямства смог огонь развести. И только хотел ветку побольше в него сунуть, дабы потом зажжённую ветку в пшеницу кинуть, как краем глаза увидел слева какое-то свечение. Уже было достаточно темно, хотя сумрак ещё не выцвел до цвета ночи. И увидел он зеленоватого цвета огонёк, который плыл над землёй буквально в нескольких шагах от Ивана. Несколько секунд он позволил себе просматривать, просматривать, после чего качнулся и поплыл куда-то за деревья, вглубь леса. Иван так и стоял с открытым ртом и веткой в руке. Огонь замер там, среди деревьев, и Иван, немного помедлив, пошёл к нему. Он был очарован? Мысли в голове у мужчины совершенно не было. Он словно телёнок на верёвочке шёл следом за огоньком, который по мере углубления в лес из зеленоватого становился рыжеватого цвета. Только казалось Ивану, что стоит этот огонёк поймать, так получит он несметные сокровища, узнает, где и что скрыто. Эта мысль ему так мила была, что он почти бежал за огоньком, совершенно не разбирая дороги и спотыкаясь. Конечно, после пропажи Ивана переполох сильный в деревне был. Никто не знал, куда он делся, особенно старо сталютовал. Но не мог же он во всеуслышание признаться, что послал Ивана пакать сделать. Как только его не искали. И в лес ходили, и все колодцы осмотрели. Но никто ничего не видел и не знал. Говаривали многое. Лукьян же собрал свой урожай. Всё честь по чести отдал в деревню. Даже больше, чем должен был. Остальное продал. Смог дом подправить, до хозяйства вновь завести. Границы поля он больше не трогал. И огонька странного с тех пор не видел. Вот только огонёк из головы совершенно не ушёл. Поэтому зимой, когда выдавалась возможность, сходил к ведунье. Перед ней рабели все без всякого исключения. Поэтому пришлось ему долго с духом собираться. Впрочем, бабка встретила его приветливо. Напоила тёплым молоком, да угостила мягким домашним хлебом. Выслушав Лукьяна, бабка покивала головой, пожевала губами. После чего Лукьяну объяснила. «Мерки, говоришь, переставлял. Это мерник был. При жизни дурным человеком он был. Мерил землю неправильно. Если положено 30 локтей на дело, мог намерить меньше. Взятки брал за пару локтей лишнего. Жадный человек непомерно. А ежели доплатят, то мог и землю испортить, а ли ещё как напакостить. Вот души его и не упокоятся. Его лесной хозяин хорошим людям в помощь посылает. За землёй последить урожай хороший обеспечить. Вот, видимо, и тебя лесной хозяин рассмотрел. Помочь решил. «По весне отнеси в чащу молока до хлеба. Отблагодари его. Только не надейся, что и дальше помогать будет». Лукьян ведунью выслушал и её наказ запомнил. Посватался к дочке старосты, да зажил хорошо, да ладно. По весне отнес он молоко и хлеб в чащобу, да оставил на пне, не забыв хозяину поклониться. Поле его больше так не родило щедро, но и того, что было, вполне хватало. Иногда только если в своём поле оставался ночевать. Иногда видел среди деревьев два зеленоватых огонька. В такие ночи он старался уснуть побыстрее и в лес не ходил. Матвей сладости любил, казалось бы, больше собственной жизни. С самого детства как только начал на ноги вставать, так и норовил своими ручонками в горшок с мёдом влезть. Дед и отец у него дикий мёд добывали. Первым воспоминанием Матвея было то, как он своими маленькими зубами прямо в истекающую мёдом соту вонзался. И так сладко становилось сразу, аж зубы сводило от одного только воспоминания. Так и повелось. Больше всего Матвей любил встречать деда и отца, когда они возвращались с медовой охоты. По малолетству ему особо интересны были и ягоды, которые приносили мужчины из леса. В их деревне почти все занимаются добычей дикого мёда. Он высоко ценится за сахарную сладость и приятный привкус, который он после себя оставляет. При том, что сладость это ненавязчивое и оставляет после себя только ненавязчивое воспоминание. Когда Матвей подрос, отец начал учить его своему ремеслу. Матвей с охотой впитывал знания, словно губка, и радовался каждому походу с отцом в лес. Дуплянку он себе выстругал, как ему лет шестнадцать исполнилось. Тогда же он стал отцу равным партнёром. К сожалению, деда уже к тому времени не стало. Пропал в лесу без вести. В деревне шептались, что, мол, медовая ведьма его забрала. Видимо, чем-то он её обидел. Матвей тогда ещё удивился. Какая такая ведьма? Разве ж они вообще существуют? Впрочем, в лесу всегда было много таинственного и интересного. Ну, кроме диких пчёл, конечно. А ещё Матвей часто думал о том, почему никто пчёл не разводит дома. То есть в условиях домашнего хозяйства. Конечно, дикие они крупные и довольно злые. Но ведь любое существо можно приручить. Почему пчёл нельзя? Тем более, в лесу не так много цветов. А если они и есть, то их мало. А вон, если их прям рядом с полем послить, где гречих растёт, мёд же будет просто загляденье. От таких мыслей род Матвея слюной наполнился. А вот отец его ругал, мол, медовая ведьма такое не одобряет. Все дикие пчёлы служат ей и никому другому она пчелиную семью не отдаст. Отец обмолвился, что многие пробовали, да так и сгинули в лесу. Видать, обидели они её своими предложениями. Вот она и... Отец в такие моменты грустнил. И Матвей понимал, что он скучает под дедушке. Но так может и не ведьма, неведомая вовсе виновата. Может, дикий зверь, какой напол. А дед отбиться не смог. Поэтому ведь всегда парами ходят, чтобы от напасти какой защититься. Время пролетело быстро. Сезоны сменялись один за другим. Отец Матвея состарился и уже не мог так часто за мёдом ходить. Поэтому парень сам занялся добычей мёда. Конечно, его отец стращал страшными рассказами. Но ведь без работы как можно усидеть? Тем более без любимого мёда. Мысли об одомашнивании пчёл всё никак не оставляли. И как-то раз зашёл Матвей намного глубже в лес, чем обычно. Искал он новые деревья, где были дупла диких пчёл. И как-то сам не заметил, как тропа закончилась. И его окружили деревья. Паниковать он не стал. Внимательно огляделся, рассматривая старые деревья. Вокруг были старые ели с лохматыми лапами и тёмными иглами. Стоило прямо сказать, впечатление было довольно гнетущее. Но Матвей в присутствии духа совершенно не собрался терять. Он побрёл почаще в поисках знакомой тропинки, чтобы выбраться обратно. Всё ругал себя мысленно, что замечтался и забрёл незнамо куда. Уже и вечереть стало. Как вышел он на небольшую полянку. Как вышел, так и замер столбом. Цветов на ней было видимо-невидимо. До самых разных. От пёстрого разнообразия даже в глазах зарябило. Полян устискивали со всех сторон мохнатые тёмные ели. И контраст был поражающим. Немного сбоку, под самыми деревьями, Матвей увидел небольшую избушку, которая словно пряталась от окружающих глаз. Матвей обрадовался. Есть где переночевать да дорогу спросить. Он направился к ней, стараясь не топтать поляну. Словно внутри него что-то чуяло, что лучше цветы не тревожить, да и не рвать. Над ними, кстати, в огромном количестве жужжали пчёлы, собирая нектар. Избушка хоть и выглядела очень старой, но была явно обжитой. И большая оградка обозначала маленький дворик. С цветущими разноцветными розами. Когда Матвей подошёл, дверь распахнулась. И из дома вышла женщина. Ей пришлось пригнуться, чтобы миновать дверной проём. Она была выше мужчины почти на две головы. Но при этом она не производила никакого отталкивающего впечатления. Наоборот, она восхищала. Она была очень красивой, с толстой с кулак толщиной, с толстой русой косой, почти до колена. Была она одета в простое белое платье с вышивкой по рукаву и по долу, с венком на голове. Она внимательно посмотрела на Матвея серыми глазами, после чего улыбнулась и что-то сказала на незнакомом ему языке. Матвей немного растерялся, но быстро себя в руки взял. Женщине он поклонился, поставив свои вещи на землю. Она явно заинтересовалась ими, подошла с интересом рассматривая. Заглянула даже в дуплянку. Но мёда там не было. Пока что. А только скудный обед, завёрнутый в тряпицу. Женщина явно огорчилась, найдя там только скромный обед в простой тряпице. После чего она распрямилась и жестом пригласила зайти в дом. А в доме было просторно и светло. Матвей даже удивился, как может быть так светло, раз нет никаких окон. У него словно на глазах пелена какая-то была, что не позволяло ему вглядеться в детали. Женщина усадила его на стол и поставила перед ним деревянную кружку. На ручке кружки сидела пчела, которая, видимо, залетела в открытую дверь. Матвей прогнал её, наблюдая за тем, как женщина ставит на стол румяные блины, густо политые мёдом. Горшочек маленький, и ведь тоже был с мёдом. Удивление Матвея росло с каждой секундой. Ну а что там греха таить? Рот его наполнился вязкой слюной от дразнящих нос медовых запахов. А ещё в его голову закрадывалась мысль, кто эта женщина. И почему она говорит на незнакомом языке. Разговора, конечно, у них никакого не выходило. Общались они жестами. И Матвей, как бы ему ни хотелось, не рисковал прикасаться к угощению. А может, это обман какой-то. И сидит он на самом деле в навозной куче. И слыхал он про такие проделки нечисти. Женщина всё предлагала ему угоститься весьма настойчивыми жестами. В итоге сдался он и хлебнул из кружки. А там... Ему показалось, что это самый сладкий и вкусный напиток из всех, что он когда-либо пробовал. А из мёда много что сварить можно, ежели знать как. Так-то лучше. Женщина радостно хлопнула в ладоши. Её глаза словно залучились радостью. Я Бия. Матвей чуть кружку не выронил от удивления. После первого же глотка жидкого мёда он стал её понимать. А ты, Матвей, сын бортевика Степана. Кстати, как у него дела? Что-то давно не видела его на моей пасеке. Женщина выжидающая уставилась на Матвея. И тот не сразу сообразил, что говорит она о его деде. Так пропал дед. Несколько лет уж как. Ушёл в лес, да так и не вернулся. Проговорил он губами, которые едва шевелились от удивления. Так не сына внук пропал, говоришь? Жаль, очень жаль. Бия щёлкнула языком. Ну что же ты сидишь, угощайся. Я же вижу, как ты это любишь. Женщина широко улыбнулась. И Матвей обратил внимание на то, что зубы у неё странные, крупные. Его вдруг озарило, что нужно ему из этого переплёта выпутываться. И как можно скорее. Но что-то внутри подсказывало ему, что так просто эта женщина его не выпустит. Значит, нужно было на хитрость пойти. Женщина нахмурилась, заметив, что он не собирается угощаться. Отчего же ты отказываешься от моего угощения? Разве не Люб тебе мёд? Разве не ты испробовал его в самом детстве? Да что ты, матушка! Люб ещё как Люб! Поторопился заверить ведьму Матвей. А то, что это ведьма, он уже точно понимал. Значит, не врали люди. А ли ты на моей пасеке мало мёда дикого, да вкусного собираешь? Или пчёлы мои плохо трудятся? Что-то изнутри подсказывало Матвею, что не стоит угощаться. Вот не стоит и всё тут. Хоть ты тресни. Хватит и одного глотка вкусного мёда. А вот если больше... Бия внимательно смотрела на него. И он подумал о том, отчего её глаза поначалу серыми показались. Ведь они цвета мёда. И такие же, словно липкие и затягивающие. Зубы у меня болят, матушка. Неожиданно пришло ему на ум спасение. На лице ведьмы отразилось недоумение, словно никогда не сталкивалась с подобной напастью. Но на то она и ведьма. Наверное, таких вещей не боится. И такое случается. Как ты здесь живёшь, матушка? Матвей пока решил отвлечь ведьму разговором. Ему нужно было время, чтобы подумать. Взгляд он до сих пор толком сфокусировать не мог. Но виделось ему краем глаза какое-то деревянное корыто. До краёв мёдом наполненное. Вот ведь незадача. Думать дурного не хотелось. Но в голову всякие мысли по этому поводу лезли. Матвей не знал, как разговор с ведьмой строить. Поэтому начал напропалую жаловаться на собственное здоровье. И хотел бы быть здоровым, как дед или отец. Так нет же, один за другим. Мёд любит больше жизни. Так зубы болят. И спасу от них никакого нет. А коли всё-таки перетерпит, да наестся от всей души. Так с животом начинаются неполадки. А если куда-то на кожу попадёт, Так такая чесотка нападает, Что страсть как страшно становится. Матвей говорил и говорил, Заваливая ведьму ненужными подробностями Своей человеческой жизни. Бея пыталась хоть слово вставить. Но Матвей распалялся только сильнее. Даже руками махать начал от переизбытка чувств. А ведь никогда особо красноречив не был. Видимо, испуг взял своё. В один прекрасный момент ведьма, Чтобы хоть как-то прервать чужой словесный поток, Выскочила из дому. Да загремела чем-то во дворе. Весьма громко. Матвей перевёл дух, Да всё-таки повернулся в сторону корыта. И действительно, В рост человека, До краёв мёдом наполненные. Матвей вытянул шею, Заглядывая в него. И вздрогнул, Разглядев в нём какие-то мутные очертания. Конечно, он понял, Что это силуэт человека. Но совсем не хотелось думать о том, Чего хотелось с этим самым человеком сделать. Тут семи пядей во лбу не нужно, Чтобы понять. Ведьма-то медовая. А если ведьма, То и гостеприимнические пристрастия у неё характерные. Матвей лихорадочно соображал. Бежать отсюда надо было. Но долго забалтывать ведьму он не сможет. Он ведь обычный человек, Куда ему до добрых молодцев и сказок. Но ведь не просто так привели его сюда. Значит, ведьма что-то удумала. А судя по корыту с мёдом, То и думать было страшно, что именно. Матвей глубоко вдохнул и выдохнул. А когда ведьма Бия вернулась, Мужчина ей улыбнулся радостно и от всей души. А хорошо у тебя тут, хозяюшка. Вот только рыбу ты зря в доме держишь. А вдруг помрёт, да пахнуть начнёт. Ведьма уставилась на него так, Что стало понятно, Что она не понимает, О какой рыбе говорит Матвей. Так вот же в корыте у тебя плещется. Матвей с самым честным выражением Кивнул в сторону корыта. Как плещется? Ведьма не на шутку встревожилась. Подскочила и бросилась к корыту. Наклонилась над мёдом, Вглядываясь в глубину. А Матвей выдохнул, зажмурился. Да со всей силы толкнул её в спину. Ведьма закричала от неожиданности, Прямо руками влипая в густой мёд. Матвей открыл рот, Наблюдая за тем, Как корыта словно засасывать её начала в себя. Как в трясину попала. Ведьма просила и умоляла о помощи. А потом и вовсе начала грозить и ругаться. Но мужчина только отступил. Вот погрузились руки, Потом голова с грудью, Потом пояс. И ноги ведьмы задрались. А потом мёд жадно чевакнул И всосал в себя её полностью. Матвей постоял ещё немного, Смотря широко раскрытыми глазами на корыто с мёдом, В котором исчезла ведьма. После чего моргнул. А когда вновь открыл глаза и огляделся, Понял, что стоит он на хорошо знакомой поляне лесной, Где он обычно собирает мёд. Все его вещи были рядом. И Матвей, схватив их, бросился обратно домой. С тех пор прекратили люди в лесу пропадать. А потом Матвей соорудил деревянное жилище И рискнул принести из лесу дикие ульи с пчёлами. Так в их деревне начали одомашнивать пчёл, Доделать различный мёд. Правда, иногда говорили, Что видели в лесу женщину, Которая всё какого-то Матвея искала. Но в деревню она так ни разу и не пришла. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ